Смотрите, здравствуйте, Юрий Железов, Алексейко, Алексейко. Алексейко, Алексейко, я спрашиваю, со сайта Латинкова не открывается посылка? Да, я проверял, действительно, он не открывается. Влад Нижний Новгород. Насвоение ментора или насыщение по железу требует несколько лет работы. Ну да, вообще-то. А что вы скажете про трехэтажные деревья? То есть на ранетку плеваем совместимые сортами проставка. Проставку, например, то заклодовый подбой, прекрасно совместимый, далее нужный сорт. Конечно, дважды инвалид, того же ответили на вопрос, дважды инвалид, ухудшается прочность, нарасти хотя бы средний сорт, а будет? Нет. Я всегда, если я видел, что даже крупнейший ученый России, ученый, подчеркиваю, значит, занимался и пропагандировал именно вставки, я категорически против. С одной-то вставкой, да, это Бог, чтобы жило, когда не просто привело одно на другое, чтобы еще не просто выжило, а чтобы еще и приросло в плане, можно стойкость прибавила. Вот. Уже это целая проблема с этой баллийской несовместимостью. Близкие по культурности привез, 100% несовместимость. Но замерзнуты и то. А вы попробуйте вырастить на Сибирке яблони подбой. А вы попробуйте на усилийской груши вырастить. А? Вы попробуйте на журском амбрикоши вырастить. 40 этих самых, первые этих, ой, долго рассказываю, сколько неудачи у меня было. Вот. Так что, получается так. Дважды инвалид, вот хорошо, вот это ваши слова, дважды инвалид, это и есть ответ. Оксана Кулакова, доброе время несутых с холодного красненка. А вы холодно, в этом году жара. По-сибирски меркам. И в прошлом году жара. Всем привет из Сибири. Я шучу. Он действительно холодный. Оксаны, не ждите оппонентов. Ждите учеников. Как-то не ждите. Скучно. Вы знаете, как это? Когда это самое... Сколько благодаря... Правда, перечить их невозможно. Когда оказалось, что они не поддаются воспитанию, эти оппоненты, эти... Я шесть фильмов создал, шесть фильмов. Разжевал все. Шесть фильмов. Вот. Фотографии все. Доказательства 200%. Посмотрели. Проходит время. Человек пишет очередное это самое. Вот. У меня умирает груша, у меня умирает яблони, у меня умирает абрикос. Вот. И уже все после этого. Уже казалось бы, ну хотя бы замолчали. Но человеку, у которого гибнет дерево, нет. Надо, чтобы вырезать вот здесь. Помните, я вам показывал фотографию? Вырезать вот так, чтобы туда солнце попало. И отрезать нижние скалепные ветки, потому что они не имеют права расти. Изувеченное дерево, оно уже умирало. Но они-то мне дали возможность вам шесть фильмов сделать. Что только ради этих двух дамы я это придумал. Ради вас. И мне осталось, начинаю скучать помаленько. Вот. Ладно. Это более эмоции. Так, что там дальше? Случайно. Ага. Интересно изучать ваш способ ворачивать сад. Случайно, вы видите, на ваш канал. Вот это самое обидное, противное. Ах материться хочется. Все говорят случайно. Никто специально. Никто не учит. Никто не это самое. Никто не направляет. В этом году посадили с мужем 15 деревьев. Абрикосы, сливы, яблони, не вишни. По наитию наховных. Ну, вот вы уже не потерянное поколение. Оксана. У нас очень много снега. Близко готовы воды. Соседи говорят, не растут в нашем районе плодовые деревья. А мы все равно решили. Жаль, что раньше про вашу соли не слышали. Ой, бедная, бедная. Что с вами 15 деревьев-то будет? Да еще абрикосы. Да еще это. Ладно. Так, крыса, смотрите. Вот перед нами корифей. Напрягаемся. Я испробовал порядка сотни сортов. И сортов формы отдельных деревьев бывших. Именно на использовании качества подвоя в новой местности. Глиняная, глиняная, песчаная почва с очень нежарким летом, длинными, холодными, весной и осенью. В общем, сварок одни из лучших подвоя. Аплодирую, подвойная форма, да, я тоже говорю. Вот, у нас мысли сходятся. Не сказал у кого, но у нас мысли сходятся. Вот. Груша, сварок, одна из лучших подвойных сортов. Вот, присоединяюсь. А дикарей я зарекся использовать, конечно, подвоя. Как абрикосы, так и груши яблые. Я не зарекся. У меня Сибирь. Мне без дикарей никуда. А, вот. А то я думаю, что же вам манитоба-то так понравилась. Манитоба к тому же признаку выбрал, ну, конечно, подвоя. Ах, подвоя. А я-то думал, вы селекции займётесь. А это основное неназначение. Но по отбору, по признакам культурности и выносливости можно и отобрать несколько деревьев. И самостоятельно не привитый в России. Ну, что я скажу, Александр Николаевич? Вот. Что я скажу? Добрый путь. Как там было в этом самом? Земля, прощаю, добрый путь. Я от души вам поговорю. Добрый путь. Юрий, ВК, скажите, пожалуйста, можно сделать вакуационные рамки из стальных вязальных спиц диаметром 20 мм длиной 350 мм. Сейчас соображен. А, я со спиц делал. 350. Да, можно. Я делал со спиц. Прекрасно. Делайте. Получится. Кстати, тиберязики ко мне лезут на канал. Может, ваши. Ну-ка, ну-ка. Что такое? Тиберязики? А вы присылайте мне. Дело в том, что мне же это интересно. И что значит лезут на канал? Во-первых, если лезут на канал, значит, вы авторитет. Правильно? Вот. Я же не зря говорил, что вы один из самых-самых. Вот. Тиберязики, те или не те, пришлите мне переписку или как. Вот я с ними не рассчитался. Оскорбить меня. Оскорбить моего брата. Сельхоз вуз кончал. Они же не знали. Они думали, что еще один из этих. Над которыми можно изгаляться. И сельхоз вуз кончал. Умнейший мужик. Вот. Сын. Мой агроном. Вот. Лучше питомник России. Посмотреть фотографию. Размером. Вот у меня нету спичный коробок. Ровно. Даже меньше, меньше, чем пищный коробок. Глядя на эту фотографию, сказать. Вот. У него такой злобный взгляд, как будто он лопатой зарубить готов. И это на его реакцию, вместо того, чтобы сказать, вот же это. Холм сделал. Вот. Вот это их уровень. А я им не прочью. Почему? Извиняться. Вот. Они выглядят очень, ну, мягко говорить. Если не применять крайне слово. Они выглядят, ну, не совсем адекватными. Уже мягко так. Еще раз говорю. Можно из 100 человек в сумасшедшем доме 98 научить все-таки правильно садить деревья. А они не поддаются. Поняли? Так вот. Теперь, я же, кем наши и наши узнаем. Разберемся. Ответ от Александра. Хорошо, ссылку пришлю. Вот, спасибо. Я сразу узнаю, почему. У них всего фунгициды. А дерево погибается. А фунгицид таким деревьям не помогает. Вот, представляете, загнивает, я уже, все-таки учеба из учебы, я, пусть пошел четвертый час, загнивает корневая шейка. Результат и основание штаба. Результаты там, вверху уже черные листья, вверху все это гниет, все. Там уже царство тлии. Там уже на халяву влезут коммати, не комаряйте. Муравьи, все. Они этого не знают. Они предлагают докалечить дерево до конца и облить фунгицидами. Я их сразу узнаю. Давайте, присылайте ссылку. Вот. Я все равно не оставлю покоя. Почему? Вреда от них много. Очень много. Так, теперь еще двое пишут. Кольтора пишет, поэтому будем ждать. Кому не лень? Ну, ушло пять человек. Остальные на месте. Давайте разбираться до конца. Что сделает потом мой брат и друг? Георгий железов. Он разделит на куски такие по темам. Вот. И это выставить снова. Уже частями. Значит, прибавится нам этих самых каких. Нам прибавится посетителей. Так что, я еще могу час-два продержаться. Подумаешь, в четвертый час. Так. Лобасов. Валерий Корстинович. Из вашего опыта, сколько максимально могут храниться костики и семечки разных кладового культуры, с возрастом порастания? А грехос, как я понимаю, может на третий год зайти. Значит, да. На третий год. Он не так. Надо разделить. Или мы говорим про хранение. Про хранение, да. Я хранил максимум три года. После третьего года всходили. Про четвертый год ничего не скажу. Просто не было повода. А может он и четвертый год терпит. А может и пятый. Не знаю. Вот, в принципе, весь ответ. Три года, да. А дальше нет. Я почему? Есть люди. Говорят, я вас выпишу 100 костик, 50 посажу, 50 в заначку. Вот эта заначка может спокойно. Сыгранная баночка в сухом виде. Плотая крышка. В холодильник положил, на полку есть боковой. И пусть лежит. Раз в полгода, или там раз в три месяца можете крышку открыть, потрясти. Как бы проветрить. Закрыть и дальше пусть хранится. И лишний год ничего себе случится. Так, Артем Шилов. Вопрос. Участок на холме, почва, песок, какие деревья посадить. Абрикосы. Прежде всего, ой, как они любят ваш песок. У меня совершенно песчаная почва. У меня рядом этот самый, сосновый бор. Там чистый песок. И этот, и когда-то, Красный хутор, это был чистый сосновый лес. Он был искусственно выведен напрочь. То есть, деревья выпиливались. Деревья потом выкапывались эти самые, то, что называется, скелетные ветки. Ну, не скелетные, а корни. Вот. Вот это все было. И таким образом образовался поселок. Уже. А почва та песчаная, так и осталась. И у меня проблем с абрикосом нет. И не надо специально изгаляться. Не надо переделать почву. Ничего не надо. Почва у меня песчаная. Так, баба свои имела в охранении. Все, ребята, оказывается, мы закончили. Больше никто не пишет. Что, устали? Ага, я опять сам его на селе. Вот. Вот. Не дождетесь. Вот. Так. Сейчас задача обмануть гадалку. Прожить больше 70 лет. Потому что не успеваю я, не успеваю. Пока наука, настоящая наука, настоящая наука, настоящее удовольствие не надо. До свидания, друзья. Давайте прощаться. Я вам банки показывал. Это все уникальные вещи. Даже тот, кто просто из любопытства смотрел или от скоти, я бы на вашем месте запасся бы этими костиками, да просто в холодильник положил и сказал, пусть лежат. Этого нет ни в одном институте, ни в одном университете, ни в одном академии. Нету, вообще нету. И быть не может. Все, что было, угробили вот этой агротехникой. Нету. Понимаете, мы несколько десятков, которые на какой-то догнали меня, перегнали меня. Вот. А теперь мы уже экспедиции. Комфорт. Машина. 100 километров проехать из Москвы. 200-300. И вот вы одни на лучших Садово-Макарова. Вот что надо. Низко поклониться. Достать кошелек. Вот. Вот что надо. Поняли, друзья мои? Ну, бесстать не вредно. До свидания, друзья. До следующего понедельника. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.